Растущая вера Мы видим, что чудеса происходят Поэтому практически процесс мышления То, о чем мы думаем повседневно Это по сути тоже семена, которые мы сеем И происходит то, что мы ожидаем Потому что Библия говорит, что вера Это есть осуществление ожидаемого Поэтому всегда мы должны задавать себя Про чего я ожидаю от Господа И растущая вера Давайте прочитаем Потому что Господь желает, чтобы мы возрастали Это процесс, вера это процесс Вера растет Вера умножается И это процесс, который никогда не должен быть остановлен Дьявол всегда хочет, чтобы мы остановились И в Библии сказано, что кто думает, что он знает что-нибудь Тот на самом деле еще ничего не знает Это уловка дьявола Что мы уже думаем? Я уже знаю Я знаю эти местописания Я знаю, что такое вера Но вера Она постоянно растет Должна постоянно расти Это процесс, который должен постоянно происходить В Библии говорит, что Бог переводит нас От силы в силу У тебя есть определенный уровень силы Определенный уровень познания Господа Определенный уровень повозания И Господь желает дальше от тебя проводить От силы в силу От, написано, веры в веру От славы в славу Итак, прочитаем Процесс важен, но процесс не ради процесса А ради результата Итак, Евангелие от Марка, 4 глава 26 стиха И сказал, Царство Божие Подобно тому, как если человек бросит семя в землю Это местописание, по которому я часто говорю Это одно из моих любимых местописания И я опять-таки повторю Что тут есть условия Чему подобно Царство Божие Царство Божие – это праведность Это мир Это радость Это благословение Это исцеление Это здоровье Это помазание Божие И ученики, конечно же, они размышляли Чему же То есть, каким образом мы можем ходить В силе Царства Божьего Иисус сказал, что Царство Божие, оно подобно Тому, как если Если это условие Человек Бросит семя в землю Заметьте, не Бог А человек Однажды я выставил такой пост на Фейсбуке Что человек, мы должны сеять И мне там некоторые написали Не этот, а Господь делает Что Господь должен сеять в нас Ну тогда мы Всю ответственность перекладываем на Бога Иисус сказал, имейте веру Божью Мы ответственны, чтобы иметь Божью веру Как если человек Сознательно Осознанно Бросает Семя в землю Растущая вера Это осознанное действие Это постоянное Взаимодействие со Словом Божьим Конечно, у нас должны быть мотивы правильные Потому что Вера Божья дана нам Не только для того, чтобы решались какие-то наши нужды Но, во-первых, для послушания Слову Божьим Но это процесс Но прежде, чем говорить об этом Я хочу обратить ваше внимание, что Это не ради процесса А ради результата И так, как если человек бросит семя в землю И спит И встает ночью И днем И как семя всходит И растет Не знает он То есть, заметьте Слово Божье Когда мы получаем Слово Божье Когда Господь говорит нам Через Писание Каким-то другим образом Это всего лишь Начало процесса Если мы это не понимаем Тогда мы будем разочарованы В своей вере Потому что Иногда мы забегаем вперед Мы говорим Я прочитал местописание У меня есть местописание Я верю в результат Проходит время Результата нет Что-то не сработало Это семя Оно осталось в виде зерна Оно не проросло Оно не принесло никакого плода Поэтому семя Слово Божье Как зерно Это начало процесса Если нет Слова Божьего Тогда Этот процесс Даже не начинается Но если есть Слово Божье У нас есть все шансы Чтобы Чтобы Начать этот процесс Возрастания в вере И спит И встает Ночью И днем И как семя Всходит и растет Не знает он И так должно что-то Начать происходить С этим семенем С этим зерном Ибо земля Само собой Производит Сперва зелень Потом колос Потом полное зерно В колосе Когда же Созреет Плод Я хочу обратить Ваше внимание На Вот эти слова Когда же Созреет Плод Плод это результат Это Результат Того О чем Говорит Слово То есть Все весь этот Процесс Ради плода Ради результата И Обязательно Будет результат Если мы Позволяем Этому процессу Происходить И работает Это так Что если Мы имеем Веру на 5 копеек Проблема Которая тоже На 5 копеек Она решается Она решается Нашей верой Без особых усилий Потому что Вера побеждает Мир Иисус сказал Что если Даже ты Горе Повелишь Ввергнуться В море Это произойдет Но если ты Будешь в это верить Если твоя вера Будет На уровне Вот этой горы Вера на 5 копеек Решает Проблему На 5 копеек Без всяких усилий Вера на 10 копеек Решает Проблему На 10 копеек Но если Вера на 20 копеек А проблема На 30 копеек Эта вера Еще не способна Сдвинуть Эту гору Но Если вера Продолжает Расти И она 20 копеек На 20 копеек Потом она На 25 копеек Она на 30 копеек Она решает Эту проблему И иногда Открывать вопросы Малой верой Все что не попросите Будет Но я же попросил Я реально Практически Был разочарован Своей верой Я думал Насколько же это работает Но я не понимал Что все что я имел Тогда Это голое зерно И Библия говорит Что когда ты сеешь Ты сеешь Голое зерно Помните Первый коридор 15 Что когда ты сеешь Ты Сеешь Голое зерно А Бог Дает ему тело Этому зерну Бог Дает плод И Взяв просто Эти зерна Да Определенная вера От этих зерен У меня была Потому что Я Прочитал Я Насколько Мог поверил И почему я попросил Потому что Некая вера была То есть Если бы не было У меня веры Я бы не просил Но Моей веры Было недостаточно Чтобы Получить Принять Просимое Бог Он В нем нет вопросов Да Если ты веришь Принимай Получай Бери Но я взял Это зерно И Я поспешил Я не понимал Вот это Что должен Производить Процесс Возрастания Веры И вера Постоянно Должна расти Когда мы Останавливаемся Когда мы Думаем Все Достаточно Я уже Верю У меня Уже Есть Слово Я буду Провозглашать Я буду Исповедовать Но Когда мы Видим Что Это Не Работает Мы Не Должны Разочароваться Мы Должны Понять Что Нам Просто Надо Продолжать Взращивать Веру И Если этот Процесс Происходит Смотрите Иисус Говорит Что Когда же Созреет Плод Он не Говорит Что Если Плод Созреет Он Говорит Что Если Этот Процесс Будет Происходить Там Он Невидимый Созреет Плод Будет Результат Поэтому Нам Необходимо Постоянно Возрастать Поэтому Иисус Видите Говорит О Различных Стадиях Веры Это Зерно Это Зерно Которое Прорастает Это Зелень Это Колос Это Полное Зерно В колосе И Затем Плод То есть Разные Уровни Веры Разные Уровни Вот Этого Процесса И Если Мы Берем Слово Божье Вкладываем В свое Сердце Уже Есть Определенная Вера Но Пусть Это Слово Работает И Когда Мы Читаем Вот Эту Притчу В Начале Евангелия Марка Помните Притчу О Сеятеле Иисус Показывает Каким Образом Сатана Желает Прервать Этот Процесс То Сеятель Сеет Слово Сеятель Сеет Семя А Сатана Пытается Прервать Процесс Роста Веры И Там Несколько Почв То есть Иногда Это Сразу Слово Он Ворует Иногда Написано Что Даже Уже Там Какие Корни Пустили Мы Потом Еще Обратимся К Этой Кричи Сегодня И Дьявол Делает Что В Естественном Мире Он Пытается Отвлечь Тебя Он Пытается Украсть Слово Он Пытается Прервать Этот Процесс Возраст Вер Евангелие От Матфея Первая Глава Десятая Глава Первый Стих Десятая Глава И Призвав Двенадцать Учеников Своих Он Дал Им Власть Над Нечистыми Духами Чтобы Изгонять Их И Врачевать Всякую Болезнь И Всякую Немощь Дал Им Власть Евангелие От Матфея Десятая Глава Первый Стих Он Дал Им Власть Мы Как Верующие Имеем Власть Над Нечистыми Духами Мы Имеем Власть Молиться За Исцеление Больных Дорогие Братья И Сестры Если Вы Видите Иногда Господь Будет Давать Такие Ситуации Что Вы Можете Молиться За Людей Или Изгонять Бесов Помянуйте Слово Иногда Мы Говорим Это Должен Сделать Кто Т Может Это Должен Пастор Ты Несешь Ответственность За Круг Своей Жизни И Когда Мы Младенцы Конечно Господь Позволяет Чтобы Кто-то Со стороны Нам Помогал Но Когда Мы По Времени Уже Не Должны Быть Младенцами Мы Берем Эту Ответственность Мы Можем Противостоять Злым Духам Мы Берем Ответственность Чтобы Охранять Слово И Вот Господь Дал Им Эту Власть Евангелие От Матфея 17 Глава Я Прочитал Десятую Главу Чтобы Мы Видели Что Они Имели Эту Власть Господь Уже Дал Но Это Было Как Голое Зерно Он Дал Им Он Провозгласил Это Было Как Голое Зерно Но Они Еще Не Видели Себя В Этой Роли 17 Глава Евангелия От Матфея И Пришел Человек К Иисусу Со Своим Сыном И Он Сказал Я Приводил Его К Ученикам Твоим И Они Не Могли Исцелить Его Имеют Власть Имеют Силу Но Ничего Не Происходило Они Конечно Пробовали Но Не Получилось Тогда Ученики 19 Приступили К Иисусу Наедине И Сказали Почему Мы Не Могли Изгнать Его Господь Никогда Не Боится Наших Вопросов Если Что-то Не Получается Всегда Задав Вопрос Знаете Иногда Мы Закрываемся Что-то Не Получилось Ты Разочарован В Вере И Ты Закрылся От Господа И Ты Как Бы Не Ищешь Ответа Но Они Ученики Всегда Подходили И Объясни Нам Эту Прич Объясни Нам Это Здесь Они Тоже Подошли У них Были Такие Доверительные Отношения С Господом Объясни Ты Дал Нам Власть Ты Дал Нам Силу Но Почему Мы Не Смогли Это Сделать Почему У нас Не Получилось И Зуже Сказал Им По неверию Вашему Ибо Истинно Говорю Вам Если Вы Будете Иметь Веру С Горчичное Зерно И Скажете Горе Этой Перейди Отсюда Туда Она Перейдет И Ничего Не Будет Невозможного Для Вас В нашем Переводе Написано По неверию Но на самом деле Неверие Это Негативная Сила Иисус Сказал Из-за Вашей Маленькой Веры Ваша Вера Она Мала Вашей Веры Было Недостаточно Чтобы Решить Этот Вопрос И В другом Переводе Так Сказано В нашем Переводе Сказано Что Если бы Вы имели Веру С горчичное Зерно В нашем Переводе Так Сказано Но В другом Переводе Сказано Если бы Вы имели Веру Которая Растет Как горчичное Зерно Если бы Вы имели Не просто Вот это Слово Да Вот у меня Слово Что я имею Власть Голое Зерно Но если бы Вы имели Веру Которая Растет Если бы Вы имели веру, которая возрастает, которая постоянно в процессе роста, вы увидели бы чудеса. Вы увидели бы, как все меняется. Но мы берем слово, мы берем семя, и мы пробуем. А это семя еще всего лишь голое зерно, оно еще не проросло, оно еще не принесло плод, и мы пробуем уже его использовать. Но слава Господу, что у нас есть мера веры. Но этой веры очень часто недостаточно, чтобы решить какую-то проблему. Ты имеешь слово о финансах, что Господь защитит твои финансы, что Господь тебя благословит, но этой веры еще недостаточно, чтобы ты без всякого напряжения видел, как финансы приходят теми путями, которые Господь предопределил. Или какой-то другой вопрос, я просто для примера привел. Мы берем это голое зерно, и мы прерываем процесс. процесс роста, когда ты охраняешь это семя и позволяешь ему принести этот плод, этот результат. Итак, я еще раз повторю, что притча о Сеятеле это иллюстрация, которую Иисус привел, чтобы показать наглядно, каким образом Сатана или обстоятельства, или Сатана через обстоятельства пытаются прервать этот процесс. Давайте все-таки посмотрим. Еще раз, Евангелие от Марка 4.